Приветствую вас и жена, ваша жена преследует свои цели, свои интересы в том, что он говорит вам, чтобы вы долго ребенка не провожали. Она не хочет, чтобы дочь привязывалась к вам, она не хочет, чтобы у нее был слишком сильный контакт с вами, потому что вы вместе не живете, и она, возможно, ваша жена рассчитывает, что рано или поздно у нее появится другой мужчина, и этот мужчина постепенно станет знаменой вам. И в этом случае, вот этот момент нужно понимать, что с женой вам эти аспекты взаимодействия с ребенком выяснять не стоит, потому что жена может говорить все что угодно, как правильные, так и не очень вещи, и воспринимать их на веру или наоборот отрицать, было бы неправильное по отношению к ребенку, потому что ребенок в этой ситуации выступает как аргумент, аргумент в споре, что он не является верным. Действительно, ситуация такова, что долгие проводы, а долгое обращение действительно очень здорово теребит душу, изматывает морально, тяжело переживается, и остаются достаточно сильные негативные последствия от того, что вот такие долгие прощания. Впоследствии у ребенка может развиться страх перед прощаниями, нежелание прощаться вообще, невозможность опускать человека от себя, ну и так далее. Все это, конечно же, сыграет негативную роль в возрослой жизни вашей дочери. И дабы этого не произошло, необходимо найти некую золотую средину, мягкую думу. Тем, что вы хотите своей дочери показать, что вы ее любите, что вы ее не бросили, что вы о ней помните, что вы о ней думаете и так далее. Но, с другой стороны, не нагружать еще не окрепшую, не сформировавшуюся психику ребенка такими вот тяжелыми и длительными по интенсивности негативными событиями. И, исходя из этого, можно вам порекомендовать некий такой вот алгоритм поведения, ну и я бы даже не сказал не алгоритм, а линию поведения, при которой вы могли бы и своей цели достичь, и при этом немножечко щадяще относиться к ребенку. Вот, вы встретились, проводите время, и близится время, когда вы, ну, собственно говоря, расстаетесь. Вы можете очень крепко и сильно обнять ребенка, сказать ему все самые ласковые слова, которые хотите, но при этом на вокзал вместе с ней не идти, и ее не провожать, и самостоятельно, а также, как можно, быстрее уйти. Чтобы ребенок понял и принял, что если люди должны расставаться, то они расстаются не тяжело, они расстаются решительно, они расстаются с обязательным пониманием, что они через какое-то время все равно встретятся, и что это неотъемлемая часть человеческой жизни. А если вы проводы достаточно серьезно растягиваете, то для ребенка это дается очень трудно, и это дается ощущение для него, что расставание это не есть правильно, это не есть, знаете как, естественно, это не есть нормально. Это скорее аномально. И добавьте сюда еще этот факт, что ребенок пережил ваше, ну, ваше расставание с супругой, то есть у ребенка получается неполная семья, то есть сейчас он живет с мамой. Дома соседают и получается достаточно, достаточно травмирующая ситуация, которая очень сильно вредит вашей девушке. То есть вам нужно придумать оптимальный для себя способ для того, чтобы выражать свои эмоции ну, в нескольких действиях, в нескольких поступках. И это, во-первых, научит ребенка и мужскому поведению, то есть покажет, что мужчины, вот они такие сыровые, строгие, может быть даже немного скуповатые на эмоции, но зато это не травит лишний раз душу. И это окажет положительный эффект для дальнейшей, для будущей жизни вашего ребенка, вашей дочки. Я думаю, что это самый оптимальный вариант решения вашей проблемы. Я думаю, что решать, конечно, вам, но если говорить о ребенке о том, как ему лучше, то поступать надо именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.